Отказали в связи с тем, что две подписи, которые были нами представлены, были зачтены в пользу кандидата Хасикова, как ранее поданы. Мы указывали, что эти подписи кандидат Хасикова получил в нарушении избирательного законодательства и требовали, чтобы избирком провел проверку и вынес в суждение. Избирком эту проверку не проводил на заседании, на заседании нашу жалобу не рассматривал. Члены избирательной комиссии с особым мнением требовали в соответствии с законодательством, чтобы это рассмотрели. Допросить членов избиркома о процедуре рассмотрения вопроса регистрации, оценки подписей двух депутатов, представленных Хасиковым и нами. Этот вопрос мы, наверное, должны быть рассмотрены, поскольку именно там произошло нарушение закона, нарушение наших прав. То есть каким образом рассматривался этот вопрос, а про особое мнение? Да, о особом мнении мы как раз говорили, что нельзя засчитывать подписи Антонова и Чивидова. То есть все, что сейчас могут сказать эти свидетели, они выразили в особом мнении, да? Не только в особом мнении. Они выразили и протест против нарушения процедуры рассмотрения. Вот вопрос процедуры рассмотрения наших жалоб, в особом мнении они высказали по результату, а именно защитных и незащитных. А сейчас они могут дать пояснение, потом как рассматривался вопрос, а именно они требовали проверки нашей жалобы. Суждение по проверке нашей жалобы, постановление избиркома ни по Хасикову, ни по НАП, не содержит. Поэтому, значит, вопросы, которые отражены в особом мнении, а также процедуру рассмотрения наших жалоб. Ну и также пояснить об обстоятельствах, из которых им стало известно об этих нарочах. То есть откуда они это знают? Они нам пояснили. Еще, что касается, как суд только что пояснил, то что не касается Хасикова, я тоже пояснил, что это ошибочное мнение, поскольку у нас даже проверка по РПСИ проходила самым самым местом, что наши горки с праздниками, то есть они имеют в субботу. Хорошо. Подарок мнение было в задаемом продательства, добросовестных деятелей, членов избирательной комиссии, Шабили. Особое мнение, по которому говорили, в процессе принятия решения не вознагружено, и, соответственно, в протоколе не было отмечено и не приложено к решению избирательной комиссии. То есть закон требует, что если член избирательной комиссии выражает особое мнение, он должен в процессе принятия решения, в процессе какого-то принятия решения, он должен это выразить. Соответственно, в протоколе отражается и прилагается это особое мнение. Однако, когда принималось решение о регистрации результатов данными членами спрятанной комиссии, это особое мнение выражено не было, а было позднее, через 2 дня представлено. Да, после принятия решения. Да, пожалуйста, придайте порядок судим. После принятия решения. Поэтому, естественно, что это особое мнение не было приложено к решению и не было опубликовано вместе с решением. Потому что решение было опубликовано ранее. Выражение о соборах нет. Второй не стоит подражать, что это держит. Конечно. То есть, не никакие директы попозже. Мне сам в Газмаев не было возможности, отказали в высказывании особого мнения. Там же, как находится председатель, ведет регламент, руку поднимает, говорит, я хочу выразить особое мнение. Нет, нет, не предусмотрено. И они потом принесли на лаву машину. Имеется видеозапись, имеется, давайте еще истребуем. Уважаемый, чтобы мы еще преслили. Вы подтверждаете ли обстоятельства, что соборнение через два дня после вынесения электричества... Я не знаю, письменное, да, через какое-то время, но не сразу же. Решение по... А когда соборнение было, для меня кажется, да? Конечно, да. Уважаемый суд, мы хотели пояснить. Ведь, получается, представитель избиркома сейчас ссылается на процедуру проведения заседания. Но мы-то должны в таком случае исследовать процедуру, и именно как раз опросить их, если потребуются других членов избиркома, и выяснить, была ли соблюдена процедура проведения заседания избиркома, и была ли предоставлена возможность высказать особое мнение. Они ссылают все в протоколный состав. Ну, протокол составляет избирком, ответчик, то есть предлагает их доказательствам заранее установленную силу передать. Поскольку она удивлена, была фиксация еще, наверное, видит. Понятно. Представитель избирательства, которое в ваше мнение по поводу его подавлением? Уважаемый суд, заявленное ходатайство полностью поддерживаем. Считаем, что дело непростое. Надо предоставить административному изцу возможность в суде, если этого не было осуществлено в избиркоме, в суде разобраться во всем, и правильно, всесторонне, полностью рассмотреть дело. Действительно, второй представитель изца заявил, мы с этим полностью согласны, что раз представители ответчика ссылаются на соблюдение процедуры, давайте проверим, действительно ли она была соблюдена, и предоставим изцу возможность опросить, допросить, вернее, в качестве свидетелей одних из членов избирательной комиссии. Я думаю, если процедура действительно была соблюдена, как говорят представители ответчика, то это ни в какой мере не учено права, законы, интересы, представляемого ими органами. Считаю, что мы заявлены, если мы не подвижны к удовлетворению, мы для этого делаем это постановление избирательной комиссии об отказе от регистрации кандидата. Нет рассмотрения в сегодняшнем судебном заседании не является отказ от регистрации, а не какие-либо действия избирательной комиссии и права членов избирательной комиссии, которые считают, что они нарушены. Поэтому в данном случае считаю, что нет оснований для вызова вказских членов комиссии права решающего голоса, подмаривая его в качестве свидетелей, потому как они могут еще подтвердить по существу рассмотренного дела. Уважаемый суд, можно я напомнить еще? Здесь представитель второго заинтересованного лица политики ссылается на соблюдение процедуры. Я хочу обратить внимание на то, что перед осуществлением процедуры по рассмотрению вопроса о регистрации Манджиева была еще предварительная процедура, процедура проверки подписей. Процедура была совместной в отношении подписей и Хасикова, и Манджиева. И результаты этой процедуры, облеченные в форму протокола, явились основанием для принятия решения об отказе Манджиеву в регистрации. Тогда нужно соблюсти полноту рассмотрения дела при исследовании вопросов всех этапов процедуры. Не только того заседания, на котором рассматривался вопрос о регистрации или нерегистрации Хасикова, но и того заседания, на котором было принято решение о принятии или не принятии подписей. С учетом мнения лиц, участвующих в деле, суд определил отказать удовлетворение заявлено от представителей Манджиева и Манджиева. Еще какие-то характеристики будут? Дать нам возможность перед поседанием ознакомиться с ним? Я думаю, эти материалы у вас все есть. А какие-то участвуют? Я в нашей представленной материалом на 12 листах. Лист поддержки кандидата Манджиева от 8 сентября, от 12 июля 2019 года, депутата Черноземецкого оборудования, по-чинему году, подписанный такой же лист поддержки от 15 июля 2019 года, депутатом Целиного МО Антоновым. Лист поддержки от 24 июля подписанным депутатом Целиного МО Карпаевым. Лист поддержки кандидата Хасикова, подписанный Антоновым Павлом Санжевичем, депутатом Целиного МО, 12 июля 2019 года. Лист поддержки подписанным Чемидомом Петровым Андреевичем, кандидата Хасикова, Владу Сергеевичем, 12 июля 2019 года, депутат Черноземецкого МО. Далее, копия решения избирательной комиссии Целиного РМО 24 июля 2019 года, номер 20-62, по передаче вакансного мандата, собрание депутатов Целиного РМО Кадлаеву Геннадьевичу. Так, решение той же избирательной комиссии от 24 июля 2019 года, за номером 20-63, по регистрации в качестве депутата Геннадия Кадлаева Геннадьевича. Далее, постановление избирательной комиссии РМО 8 июля 2019 года, номер 84-2445-6, по определению количества депутатов, представительных органов при выборах главы РМО. Далее, решение коммунистической партии комитета коммунистического регионального отделения политической партии, коммунистической партии России, 24 июля 2019 года, к которым направлены постановление Бюро комитета 23 июля 2019 года о кандидатуре для замещения вакансного депутатского мандата вместо Антонова в Кадлаеву. И также заявление Кадлаева о 23 июля 2015 года о согласии на замещение этого депутатского мандата. Какие документы встречи у вас нет? Уважаемые суды, у нас нет всех документов, за исключением документов представленного ГДФ. Постановление избирательной комиссии от 8 июля 2019 года, каковалось, это масса информации в общей доступности. Ну, за исключением ваши доступности. Ваши документы партийные, ваши, как бы, у них есть. Решение избирательной комиссии о передаче мандата вашей администической партии, чем у вас уже есть. Подписки и поддержки лишь. Да. Пожалуйста. И возражения, уважаемые. Возражения вам не вручены? Нет. Дело в том, что возражения были вручены. Представители в ПРФ в их офисе сегодня утро. И сколько? Так, время не поставлено, но это было где-то было пол девятого. Пол девятого? У нас офис в половине десятого. Ой, в десять. А заседание в десять. Я вышла в половине десятого. Вот я сделала в том, что мы вчера звонили в ваш офис, там уже не только руку не брала вечером, поэтому было решено с утра. А в какое время мы звонили? Так, прекратите депрессацию, копия есть у вас. И здесь копия передайте, пожалуйста, представьте. У меня же у нас копия нет. Хорошо, перерывайте. Пожалуйста, секретарь, сделайте копию и ознакомьтесь с нами по-другому. Вместе, конечно, тоже можно сделать. Кому-то еще есть необходимость ознакомить с документами, которые перечислены представителю Касикова? В совершении депрессионной комиссии я дал очень много видео, которое не 63-й, а 62-й. Оно вам нужно? Ну, посмотрите. Просто посмотрите. Оно не нужно? Нет, вот не нужно, просто посмотрите. Ознакомьтесь. Да, ознакомьтесь. Пока перерыв нужно посмотреть. Все лица, представители всех, участвующих в деле, суды и законы. Ну, так, перерыв поддерживает, окончательно, продолжают. Копии всех возражений, из которых заявили, все получили. Все в руках имеются, да? Так. Еще какие-либо ходатайства, заявления мы не закончили с ходатайствами, да? Есть у кого-либо? Кем представители? На данном этапе нет. В таком случае начинаем рассмотрение дела по существу. Копии сколовоза заявлений все получили за благовременные данные, ознакомиться и не для прослушившихся. В таком случае докладываем содержание сколовоза заявления. Маджиев Намсер Викторович обратился в суд с иском избирательной комиссии Республики Калмыкия в августе 2019 года, номер 102, дробь 506, Рашид. Ему отказано регистрации кандидата на должность главы Республики. Отказ регистрации надеван избирательной комиссией тем, что им не представлены сведения, предусмотренные пунктом 3.1 ст. 23 федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и прав на всех референдумах граждан Российской Федерации и собрано недостаточное количество подписей депутатов муниципальных образований в поддержку его движения в качестве кандидата на должность главы. Маджиев просит отменить данное постановление по незаконным и обязать избирательному комиссию зарегистрировать его кандидата на должность главы Республики Калмыки. В основании своих требований указывает, что ссылка на непредставление документов, предусмотренные в Сунктом 3.1 ст. 23 федерального закона об основной гарантии, содержится лишь в мотивировочной части о справедливом установлении избирательной комиссии, а в регулятивной части такое основание не приведено. Кроме того, им представлены все необходимые для уведомления о выживании или регистрации кандидата на документы, в следующее чему приведены обстоятельства в силу пункта 3.1 ст. 23 федерального закона об основной гарантии к ним уже служить основанием для отказа ему в регистрации кандидата. Выход избирательной комиссии о недостаточном количестве собранных при его поддержке подписей также несостоятельен. В соответствии с нормами избирательного законодательства для регистрации в качестве кандидата на должность главы республики ему было необходимо собрать и представить избирательную комиссию республики 103 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований, находяющихся на территории республики Камыкия, из которых 20, но не более 22, составляют подписи депутатов представительных органов не менее 10 муниципальных районов и городских республики. В исполнении этих требований закона им представлены избирательную комиссию 108 подписей, в числе которой 22 подписи депутатов из 11 муниципальных районов и городского облака. Однако по итогам проведенной проверки в представленных подписи депутатов в представительных органах муниципальных районов избирательной комиссии не были зачтены 2 подписи, а одна подпись признана не настоятельной. В результате избирательной комиссии республики признаны достоверными 105 подписей, из них 19 подписей депутатов представительных органов, из 8 муниципальных районов и одного городского облака. В частности, подписи двух депутатов районов муниципальных образований Целинного района муниципального образования Антонова от 15 июня 2019 года и Черноземельского района муниципального образования Ченидова от 17 июня 2019 года не были учтены избирательные комиссии в связи с тем, что эти депутаты ранее подписались в поддержку другого кандидата Касикова. Считаем, что этот кандидат проявил недобросовестность при сборе подписей депутатов, получил подписи всех депутатов районного звена в четырех муниципальных образованиях и создав препятствия искусственно для его движения. Учитывая эти обстоятельства, он вынужден будет представить избирательную комиссию республики подписи двух депутатов, которые до этого уже подписали листы в поддержку Касикова. По его мнению, подписи этих депутатов в поддержку Касикова были получены с нарушением закона, а потом лежат отчеты в пользу Мажина. Подпись депутата Цивильного районного муниципального образования Кадлаева была признана избирательной комиссией на основании пункта 1, ч. 6 ст. 22 закона о выборе блага республики в коммунике, как проставленное лицом не являющимся на тот момент депутатом. Полагают, что этот вывод избирательной комиссии противоречен фактическим устоятельствам делам, поскольку на момент проставления подписи Кадлаев являлся депутатом и не мог знать, что решение ее регистрации будет отменено. Указание избирательной комиссии на то, что подпись Кадлаева не может быть защитной в его поддержку, и потому что этот депутат получил мандат, сложившего в свои полномочия депутата Антонова, который уже отдал голос в поддержку двух кандидатов, не основанно на законе, который связывает определение числа лиц необходимого точки кандидата, лишь к общему количеству депутатов представителей фондов муниципальных образований. Учитывая, что до получения кандлайного мандата депутата, из данного муниципального органа вы был еще один депутат, подпись Кадлаева полагает следует признание ставительства. Кроме того, считаю, что в положении федерального закона номер 184 об общих принципах организации законодательных представителей и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, устанавливающие требования не только по общему числу подписи выборных лиц органов местного самоправления, но и по распределению этих подписей по уровням и территориям в республике. Фактически будут поводы на сбор подписей, что прямо противоречит норма федерального закона номер 67, оценят об основной гарантии федеральных прав и права на учебе в репренды граждан Российской Федерации. Учитывая, что федеральный закон номер 67 имеет большую веревещивую силу, полагает, что несоблюдение квот подписей вообще не может слушать препятствия в регистрации в качестве кандидата. В связи с этим, просит удовлетворить его. Представитель административного ответчика есть, признаете? Не только, зная silver. Представитель административного ответчика, поддерживая заявку местного требования. Представитель административного требования. Мы не поддерживаем ее электронный требования. Мы считаем, что не подвижащиеpl答ения. Ну, пожалуйста, представитель административного ситуации, вам предоставляется право дать пояснение о указательном требовании, за исключением того, что оглашено и изложено в等LAUGHTER о заявлении. поскольку все его получили, окей на руках и знакомились. Закон Республики Калмургия, выбора Главы Республики Калмургия, даже Закон Республики Калмургия, руководство под пунктами В, ДР.В пункта 2458, Федерального закона 167, в связи с представлением недостаточного количества заседанных подпросов депутатов в последствии года муниципального образования или избранных муниципальных городов, главы муниципальных образований, постановил отказать Мажиру Малсиру Юрьевичу в регистрации комбината на голосу с Главы Республики Калмургия. Считать данное поставление избирательной комиссии Республики Калмургия не обоснованным и незаконным, принято нарушение норм действия федерального государства законодательства, нарушающего избирательные права кандидата Манжирева и избирательные права, поддержавших его убеждения депутатов, избирательных в последующем основании. Манжирев Малсир Викторович оставляет указанное постановление, ссылаясь на неправомерность действия избирательной комиссии Республики Калмургия, которая не засчитала проставленную поддержку его движения в подписи депутата собрания депутатов целинного района муниципального образования 4-го созыва Антона Павла Санжиревича и депутата собрания депутатов учебных мест по районному муниципальному образованию Чилидова Петр Андреевич. В связи с тем, что ранее не поставили подписи в поддержку выдвижения кандидата Хасикова. Между тем, согласно заявлению депутата собрания депутата членемецкого РМО Чилидова, в 19 июня 2019 года он находился на лечении в суриканской больнице, расположенной в городе Эльстаг. В первой половине дня ему позвонил эксперт-консультант собрания депутата членемецкого РМО Джалцанова РПН и сказал, что ему необходимо съездить в село Троицкое целинного района, чтобы там он отарился, поставить подпись в поддержку кандидата на постглаву Хасикова Павла Сергеевича. После обеда Джалцанова совместно с выполняющими обязанности главы членемецкого РМО Саряя МДВ и депутатом собрания депутата членемецкого РМО Лаковой заехали за ним в больницу и на автомобиле темного цвета, после чего они поехали в село Троицкое до Натарис Андраево, где был вместе с депутатом Лаковой, подписали лист в поддержку кандидата Хасикова. Чемидов П.А. заявляет, что они, Джалцанова, Саряя, принудили его подписать в поддержку Хасикова, уверяя его, что все депутаты собрания депутата членемецкого района дали свою подпись в поддержку Хасикова. Чемидов также заявляет, что он не собирался подписывать лист в поддержку Хасикова, так как является депутатом от КПРФ и поэтому хотел поставить подписаться за Манжиева, нам следует виду, кандидата на пост главы полуки от коммунистов. Согласно объяснению депутата собрания депутата цели на районе муниципального образования 4-го ст. Антона Павла Станжеевича, 12 июня 2019 года, примерно в обеденное время, он находился дома по адресу, село Троицкое, улица Хамутка, дом 18. В это время ему позвонил депутат собрания депутата цели на районе муру Дурчиев за органом улицу и попросил его быть на улицу. Когда же он вышел на улицу, то обнаружил возле своего домовладения, ожидавшего его председателя собрания депутата цели на районе муру Лазуткаева Николая Николаевича. И депутата собрания депутата цели на районе муру Дурчиева за окаж bitten... И у Вас при р今е вы читаете состояние ... Нет, нет, я не читаю, я дополню. Депутат собрания до своем заявлении сообщил, что с 12 июня председатель собрания до депутатов... Ваши чести, могу ли я использовать свою профессиональную травму и говорить, что я считаю нужным? Нет. Я вступаю в сроки дел. Да, я не вступаю в сроки. Я это не озвучил. Но все с этим ознакомились, поскольку имеют на руках подписчиков. Ваши чести, пояснили ему, что все депутаты собрания депутатов СНР уже подписали за Хасикова. При этом он также пояснил, что Лазуткай ранее пообещал кому-то 100% поддержку кандидата Хасикова. В связи с этим он просил выручить его этот разговор и делал в современный час. На что Антону объяснил Лазуткай, что намерен подписать лист поддержки кандидата Манжиеву, поскольку депутатов СНР, однако Лазуткай очень достойно требовал у него подписаться за Хасикова. Далее, кто мы пояснили. Учитывая, что я был после операции и моё состояние здоровья не позволяло мне долгое время находиться на улице, только жарко погоду, я согласился, чтобы он от меня отстал. После чего, на автомобиль, на котором они, Лазуткай, приехали, мы поехали к Антону, где я не подписал подписную лист. Таким образом, с учёту моего состояния здоровья, я находился после операции считающего Лазуткай, Лазуткай принудили меня подписать подписную лист за кандидата Хасикова. В отличие от фактов, наградность, беспринципность и уверенность безодноказности со стороны лист, замещающих высокий выбор на муниципальных должностях, нахрабкость от проводящих предыдущих администрациях, при этом оказывают беспрецедентное давление на муниципальных депутатов с тем, чтобы отобрать в них подписи, поддержку для его головы по муниципалу и просто поражать. Между тем, ст. 48 федерального закона, обоснованной гарантией избирательных прав, содержит исчерпывающую перечень местной организации, в которой сопрещается проводить привыкную агитацию, агитацию по вопросам референдума, выпускать и распространять любые эмоционные материалы, к ним относятся федеральные органы государства, власти органов государственного муниципального управления, лица, замещающие государственные выборы на муниципальные должности, государственные муниципальные службы и т.д. А господа, председатель депутата Сын-Эрмова Лазуткая, исполняющий обязательства в Университете Сыряев, как раз и являются таким лицами, которые проводили предвыборную агитацию. Итак, чем в нарушении закона занимаются эти должностные лица? А занимаются они тем, что называется пакетным сбором подписей. Пакетным сбором подписей для тех, кто не знает, муниципальных депутатов и глав. Это когда в течение нескольких дней и при активном содействии местных чиновников, о чем уже было сказано, это трудно отрицать невозможно, в пользу действующего рыва главы Калмыкии и его технических соперников, обратите внимание на даты, когда были проставлены порции муниципальных депутатов в лесках поддержки Батухазина, создается ощущение, что эти депутаты, как перелетные птицы, в течение одного-двух дней одновременно снялись с насиженных мест и полетели в сторону места, где осуществляется сбор подписей Захасикова и его технических соперников, а там, отталкивая друг друга, дрались за правым пеном оставить свою подвесную поддержку. Как, находясь в здравом уме и твердой памяти, память можно отметить в то, что, при всем моем уважении, никому неизвестным кандидатом Вышкора и Мучаевым без проблем в районе муниципальных депутатов самостоятельно собрал подписи депутатов по всей республике. А хорошо известны на фестивной коммунике, нам все равно жить, делать. Иван Николаевич, а в отношении остальных депутатов, кандидатов, за что Вы рассказываете? Вы относитесь к нашему делу? Прямо, прямым образом относятся, потому что я еще, почему я ссылаюсь на это дело? Уже мы в вашем институтском заявлении об этом скажем. Я говорю, используем эти положения, почтуем. Почему это я сейчас говорю? Можно я не прерываясь, кстати, продолжать свою мысль? Ну, я понимаю, что вы читаете. Вы объясните, как это относится к делу? Ну, как это? Потому что тем самым, в вашей честь, я сейчас объясняю, были собраны подписи всех депутатов четырех районов, тем самым решили, нам с этого могли получить подписи. Все понятно. Да, вот, сели, и вот такие депутаты высказали, потому что они все делали, в общем-то сказать, хором. Все это дело сделали. Смотрите, это уже такая тенденция. Это не наше ноу-хау Республики Коммунки. Год с федерацией. Практика такого сбора подписей в стране и Коммунки не исключает. И практически всегда сопровождается правильным административным принудением значений подписи за совершенно неизвестным им деятельностью. Совершенно очевидно своим, что и у каждого должностного лица, не только верным Павловым, но одним своим присутствием оказывали на Чимидов и Антонов сильнейшее психологическое давление. Тем более, что они оба, Чимидов и Антонов, были в то время в Терново больны. Чимидов, Павел, находился на лечении больницы и готовился к операции, а Антонов уже перенес в огнейшую операцию. А потому, как они утверждают, что третирующих чиновники отставят, они были вынуждены согласиться дать свою позволь в поддержку кандидата Хаскова. Вместе с тем, в соответствии с частью 13 ст. 20 Закона Республики Коммунки, в процессе сбора подписи захрещается принуждать депутатов, представителей органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах главы муниципальных ставить свои подписи и вознаграждать за это любой вход. Запрещено, господа. Таким образом, подписи депутата Чимидова, Антонов в поддержку движения кандидата Хаскова, и представили собрание депутата Целина Горнова. Вот представьте себе сюда, вы живете в селе, значит ничего не значит, никогда как всего на счастье, глаза не видели. И вдруг приезжает сам руководитель для района. И говорит так, вкратче, давай так писать. А вы депутат районного уровня, и думаете, ну захаску надо подписать. А вы так, я же целиком полностью нахожусь на руках этого человека. От него будет зависеть моя судьба, судьба моих избирать чрево моей семьи. Так, в соответствии с пунктом 17 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года, 1967. То есть, на выборах выше главных полица студента Российской Федерации, в поддержку движения кандидата собираются подписи депутата и представительных органов муниципальных образований, и избранных на муниципальных выборах главных муниципальных образований. Число указанных подписей определяется за законным субъектом Российской Федерации. В соответствии с федеральным законом МОК 19 июня 2002 года, 1924, об общих принципах организации законодательных последствий и исполнения органов государственного субъекта Российской Федерации. В силу статьи 38 Федерального закона 12 июня 2002 года, 1967, регистрация кандидата осуществляется в соответствии с избирательной комиссией при наличии необходимого количества подписей депутатов из этих органов муниципальных образований или избранных. в том, что об 양änder инструмент была муниципальные образования со встречами 517 Тат mum Недостаточное количество заставлений в ход сети, Депута, conformant муниципальных образований или избранных на муниципальных образования была муниципальная. Представленные администрации кандидата налога высшего ан�ротерзаста Российской Федерации, является основанием для отказа инвестрации кандидатов под пункт 2.1, пункт 2.6, ст. 4.5. Согласно пункту 1, ст. 20 Закон Республики и Каламки, в поддержку выдвижения кандидатов должны быть собраны в подписье депутатов представителей находа на муниципальном образовании или в птиц сборных на муниципальных выборах главы муниципальных образований на пресс-кандидове Республики и Каламкин, должно составлять 9% от общего числа указанных депутатов на 10-9, ст. 20 Закон Республики и Каламкин, в числе Верлисс, поставив своих подписей в поддержку в бюджетной кандидатов, должны быть депутатов представители в ходе на муниципальных образований городской образований, избранных на муниципальных образований муниципального проекта. Число кодексов таких депутатов, главных муниципальных программ, можно составлять на 9% общее число депутатов. По сравнению с Беркома КРК, номер 864, бюджет 460-68 июня 2019 года, определено, что под действием удвижения кандидата на должность главных исполнек должно быть собранных в 102 кодекс. Кандидат на должность главных исполнек должен быть поддержан депутатов при северных органов муниципальных районов, городских районов, избранных муниципальных районов, избранных муниципальных районов, но не более чем в 102 кодекс. В соответствии с пунктом 7, статья 20 Закона Республики Компания, депутат в состоянии униципального образования или избранный на муниципальном уровне, может поддержать только одного кандидата в результате любых избирательных объединений. В соответствии с пунктом 20, статья 37 Федерального закона, от 12 или 12 года, номер 67, избирательная комиссия субъекта Российской Федерации проверяет достоверность подписи в проставленных листах поддержки кандидата. Если при проверке подписи будет выявлено, что депутат представительного органа муниципального образования или избранного на муниципальном уровне, глава муниципального образования, поддержал более одного кандидата, засчитывается подпись, которая по времени была поставлена раньше. Аналогичным положением установлены пунктом 7, статья 6, статья 22 Закона Республики Компания. 14 июня 19-го, как уже говорилось, кандидат Можей представил в директорную комиссию нападению количества подписей. В результате проявления представленных подписей, избирательных комиссий, из числа подписей под поддержку Забвежения Можей были исключены подпись депутата Семеневского Ормова Чинвидова и подпись депутата Семенового Антона, поскольку было установлено, что у каждого листа ранее поддерживали движение кандидата Хасима. После депутата собрания Ормова Кадлаева также была исключена из числа указанной подпись на основании пункта 1, частью 6, 20 Законного ра Главы Республики Компания, так как проставлено лицом не являющее моё проставление подпись депутата в соответствии с постановлением депутата Ормова Кадлаева 26. 5 подпись. Из них 19 подпись депутатов в муниципальном районе городского городского округа собраны в 8 муниципальном районе и на одном городском округе. Количества этих подпись недостаточно, что является непоснованием для отказа от регистрации кандидата. Отказа от регистрации Моржеева в качестве кандидата на должность главы Республики Компания избирательная комиссия Республики Компания исходила из требований закона, которое не допускает за счёт подписи ранее поставленную в пользу другого кандидата. Общее количество представленных кандидатов Моржеева в доставленных подпись соответствовало установленным в правительстве законодательства Республики Компания нормативам. Однако повод, как каждый её администратор в качестве кандидата на должность главы Республики Компания послужил недостаточным уровень представительства муниципального образования в следствии с исключением трёх подписей депутатов по своему городу муниципального образования ранее. Как уже было сказано выше, депутаты Чилидов и Антон, находясь в подавлении высоких должностных листов, проставили свои подписи в поддержку на должность главы Республики Компания «Хаси», после чего они поддержали на должность главы Республики Компания «Моржеева». В таком случае в положении пункта 20 ст. 37 закона 12.02.1957 прямо предписывает, что за счёту подвижит именно та пропись, которая по времени была поставлена раньше. Между тем, уважаемые господа, уважаемый суд, в определении Верховного Суда Российской Федерации, номер 53 и 50 АПГ 5.0.28.2015 года указано, между тем, в ситуации, когда при добросовестности действий кандидата в качестве единственного препятствия для реализации своего пассивного избирательного права является факт исключения из числа предстанительных им подписей лишь подписи депутата Верховного Суда Российской Федерации, ранее поддержавшего другого кандидата, особое значение приобретает в детальном исследовании указанных обстоятельств их оценка. Итак, это определение Верховного Суда Российской Федерации. Почему? На пол, на пол, на пол, на пол 100 месяцев это проделается определение? Это вывод? Нет. Кандидат Мажирев действовал исключительно добросовестно. Не допустили ни одного факта нарушения закона. Прошу суд при вынесении решений учесть позицию, изложенным в определении Верховного Суда Российской Федерации от 28.08.2015 года, номер 50, от проекта кандидата 28.08.2018, о том, что особое значение приобретает детальное исследование указанных обстоятельств и их оценка. То есть, ту ситуацию, когда предоблашуя все действия кандидата Мажирева, в качестве единственного препятствия для реализации своего хозяйственного избирательного права, является факт исключения из числа представителей подписи, лишь подписи двух депутатов в Международном управлении ранее подержавшего другого кандидата. Как следует с приемным выше заявлений Чиридова и Антонова, проставление подписи в пользу кандидата Хасикова было обусловлено сильнейшим психологическим давлением и реальным восприятием ими опасностей со стороны предполняющей обязанности главы Черномерского МОС Аряева и предстоит собрание депутатов, которые лично пользовались их болезненным состоянием и жёстко и настойчиво убеждали их в том, что все депутаты поддерживают Хасикова, и также не стоит отказываться в поддержке движения указанных кандидатов. Это есть заявление, материалы дела есть, ведь, уважаемые горы, присутствуют там, я, ваше свидетельство, не буду западать об оборудовании в качестве депутатов. Депутаты Чиридова и Антонова, подвешившись психологическому воздействию, понимают, что их отказ от личных просьбов высокопоставленных чиновников поддержать Хасикова будет иметь личные для них и средствующих силы негативные последствия. А также скажется на их депутатских действиях, что неизбежно повысил следение уровня жидкости избирательных действий, которые силы депутатских промолочия неограна отстали. Таким образом, аспект принуждения, который, с учётом конкретных обстоятельств в поставлении подписи Чиридова и Антонова за кандидата Хасикова, бесспорно свидетельствует о наличии факторов, повлияющих на их воле и сделали. То есть, они, ставя подпись в поддержку Хасикова, действовали по принуждению. Своим административным словом заявлением административный отец Манжиев подробно и аргументированно изложил свои доводы на отказ избиркома Приспольки Калмыфи признать достоверное пользование депутата Селина Гермова Кадлая, в поставлении его поддержки. И вместе с тем, не повторяясь, я хотелось бы кое-что дополнить. Итак, избирательная комиссия Республики Калмыфи в своём постановлении 2 августа 2019 года комиссии другую кандидатуру по своему выбору из любой территориальной группы. Такие документы Калмыфским республиканским отделением политической партии Коммунистической партии Российской Федерации избирательной комиссии Селиного района муниципального образования и службы Калмыфи представлены не в ВВС, утверждают избирательной комиссии Республики Калмыфи. Для избирательной комиссии Данное утверждение избирательной комиссии Селиного района муниципального образования имеются. Открываем упорядок и вышли избирательной комиссии Республики закон о нитри вопроса применения выборов в Городном местном управлении в Аркаде. Ищем часть 3.1 ст.4.1. И действительно видим, что там написано. Зарегистрированный кандидат. Включённый список кандидатов. Запущенный к распределению депутатской монеты. Правильно! Участвовали вообще в получении депутатской монеты не более едута. Вопрос. Где? В каком месте? В упомятое имя законе Аркада. 22 сентября 2009-2024. Написано слово «Обязано», в соответствии с которым КПРФ «Обязано» было вначале предложено Бамбушенко и Кабакова по окатам депутатским адамом. Тем более, как было указано выше, обращаю внимание на это, Кабаковы и Бамбуши написали заявление об отказе от замещения вакантного депутатского монтажа. Кадлаев не прыгал через их голову. Василий Михайлович, это не Кадлаев не делалось? Нет, нет, я понял, конечно, естественно. Мы же это здесь берут на основании этого решения избирком целью нормы. Да, да, вот этот избирком прием решения отказал подписи Кадлаеву. То есть Кадлаеву, есть КПРФ, в районе это оригинальное деление, и избирком район Кадлаеву есть, не нарушая законодательства. Чек с голову не прыгал. Освободился вакантный институт, получился. Поскольку теперь будут институты. В законе Республики Калматы написано, что за регистрированный кандидат включен в список кандидатов, допущен к распределению депутатского монтажа, правильный участок в замещении и получении депутатского монтажа не более двух раз. Все, точка. Согласно пункту 17 ст. 71 Федерального закона об основной гарантии права и права московского регионального права на Российской Федерации, в случае если закон предусматривается, что за регистрированный кандидат правильно участвует в замещении и получении депутатских мандатов не более двух раз, а это записано. И за регистрированный кандидат дважды в соответствии с пунктом 18 данной статье реализовывал право на участие в замещении и получении депутатского мандата. То в соответствии с под пунктом D, в пункте 18 данной статье 4 greetings кандидата исключается. То есть, он в праве участвует в замещении и получении депутатского мандата, так же, как в праве и не участвует. При этом, участвовать он может не более двух раз, ну как президент России, не более двух раз подряд. Он может участвовать в замещении и получении депутатских мандатов один раз, потом второй раз, если захочет, а вот в третий раз уже не может. И никто не обязан ему предлагать или принуждать учащихся в замещении и получении депутатских мандатов. По этому, решение Калмыцкого республика с поделением политической партии, коммунической партии Российской Федерации, решение избирательной комиссии Целинного района муниципального образования Афг. 263-24 июля 2019 года, зарегистрирован и выдать за резюм кандидат собрать депутат Целинного района муниципального образования Афг. 2, иначе даже удостоверение обыстроено, является действительным. Указанные решения неотменивны и непризнанны законным установленным судебным порядком. Поэтому мы там отменили. Судом, говорит, не отменили. Поэтому принято избирком РК в становлении избиркома РК 26.19.19.19.19.19.20.19.24.19.аешь и в постановлении от 2.2019 года red 12.19.10.20.20.26. Когда Антонова глава Республики Талмыки является незаконным. Таким образом, необходимо за честь подписи Чемидова Антонова Кадлаева в пользу кандидата Маржиева в целях восстановления его нарушенных пассивных права и проведения под свободу и справедливых выборов. Именно к этому призывает свое определение 28-го года в 50-й Верховности Российской Федерации. В сентябре 2017 года председатель ЦИК Российской Федерации Элла Памфилова по итогу прошедшего выборов в издательстве в Казахстане, мы видим недостатки применения на выборах выше 20-х лиц в субъектах Российской Федерации, в результате муниципальных фильтров и действующих лицах, в которых избирательных прийти не были включены ряд уважаемых кандидатов, которые могли бы присосать реальность конференции. Очень хочется, уважаемый суд, чтобы и в Калмыкии на предстоящих выборах главы Республики и Калмыкии была реальная, а не мнимая конкуренция. На основании слова прошу поставление избирательной комиссии Республики и Калмыкии 2 августа 2015 года номер 102, в котором отказано Манжиеву в регистрации кандидатного должного главы Республики и отменить. Обязательно избирательной комиссии Республики и Калмыкии зарегистрировать Манжиеву в регистрации кандидатному должному главы Республики и Калмыкии решение суда о политике и медицине. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...